Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Развенчали слухи и успокоили горожан. Здание бывшего детского сада по промышленности 317 останется на своем месте. Укладываются в сроки. Здание детского сада на Ташкентской, которое возводят по типовому проекту, должно быть отстроено до конца этого года. Первое в России. В Самарском институте связи открыли кафедру цифровых технологий почтовой связи. И начинаем наш выпуск с приятной новости. Кроме Самары, еще одному городу региона присвоено почетное звание. Городом трудовой доблести стала Сызрань. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время, отметил глава государства. Из Сызрани, из Поволжья. Для бойцов собрали и доставили 25 тысяч теплых вещей. Сготовили 41 миллион снарядов. 41 миллион. Кроме Сызрани, присвоение почетного звания удостоились еще 12 городов России. В их числе Аха, Ступино, Кострома, Лысьво, Мончегорск, Воркута, Алдан, а также Балагое, Чита, Дзержинск и Кемерово. 14 школ Самарской области планируют привести в порядок в ближайшее время в рамках программы капитального ремонта. Это стало известно на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое в режиме видеоконференции провел вице-премьер Марат Хуснулин. Все этапы работ от проекта до приемки в субъектах будут отслеживать рабочие группы совместно с министерством и родителями. При этом обеспечение упрощенного порядка подготовки проектно-сметной документации – один из приоритетных вопросов при реализации программы капитального ремонта школ. Это подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который сегодня провел свой рабочий день в Самарской области. Он участвовал в открытии логистического центра Почты России, который стал третьим в стране хабом, построенным в рамках проекта «Национальные логистические технологии». Раньше большой поток почтовых отправлений шел на сортировку в Казань. Теперь почта будет идти напрямую в новый центр. Также Андрей Турчак провел встречу с губернатором Дмитрием Мазаровым, где говорили в том числе и о развитии почтовой связи в регионе. В области реализуют новые проекты, обновляют отделения ретропочты и сельские отделения связи, в которых к тому же обучают почтальонов базовым навыкам медицинской подготовки. Такой комплекс мер совместной работы с Почтой России сегодня приводит и к результатам выраженных в открытии крупных флагманских проектов на территории региона. Что у Самарской области получается и что должно быть распространено уже дальше по всем регионам Российской Федерации. Поэтому сегодня познакомимся. На следующей неделе мы с правительством собираемся уже по первым наметкам этой программы. И обязательно опыт Самарской области будет востребован. А Самарский университет связи стал первым в стране учебным заведением, в котором можно получить профильное высшее образование в сфере почтовой связи. На открывшейся кафедре будут готовить IT-специалистов для разработки цифровых почтовых решений. Наш корреспондент продолжит. Современная почта – это не только разнос писем. Это целый комплекс цифровых услуг. Чтобы их качественно оказывать, нужны квалифицированные кадры. Теперь их будут готовить в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики. На базе вуза появилась кафедра цифровых технологий почтовой связи. Здесь будут обучать инженеров, программистов, аналитиков, дизайнеров. С перспективой дальнейшего устройства в почте России. Конечно, современная почта – это пространство цифровых технологий, современных решений в логистике, электронной коммерции, в клиентском фронте, решения, которые востребованы теми, кто пользуется услугами почты России. Эту трансформацию переживают все почтовые операторы мира. С идеей реализовать такой проект на базе университета связи выступил депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Парламентер уверен – создание отраслевых кафедр даст импульс для нового развития вуза. Сегодня вуз развивается, кардинально улучшается его материально-техническая база. В этом году мы начинаем кардинальное обновление его зданий, корпусов, учебных, общежитий. Приступаем к строительству бассейна вуза. И вижу одну из главных задач в том, чтобы в вузе появилось как можно больше коллабораций между студентами и основными компаниями, структурами, работающими в цифровых технологиях и на рынке связи. Это станет еще одним шагом к формированию на базе вуза инновационного хаба. Здесь есть достаточно большой потенциал для этого. Есть отличный технопарк, очень интересные разработки и перспективные. Я уверен, что базовая кафедра внесет туда свой посильный вклад и свои достижения также будут представлены в этом контексте. Для студентов разработали четыре учебных плана. Заведующим кафедры стал директор Самарского управления Александр Вакуленко. Впоследствии базовые кафедры Почты России появятся и в других регионах страны, используя практики и наработки Самарского филиала. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Укладываются в сроки. В Самаре продолжается строительство нового детского сада на улице Ташкентской. Двухэтажное здание, которое возводят по типовому проекту, должно быть готово уже до конца этого года. Глава города Елена Лапушкина побывала на стройплощадке и узнала, как идут работы. Мэр также проконтролировала строительство еще двух важных социальных объектов – школу на пятой просеке и детский сад на улице Подшипниковой. Подробности в сюжете. Новый детский сад в Кировском районе на улице Ташкентской рядом с домом номер 184 достроят уже к концу года. Он сможет принять 132 ребенка, причем 60 в ясельные группы. Ход работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Строительство типового двухэтажного садика началось весной этого года. Сейчас здание уже готово, осталось завершить внутренние работы, а затем облагоустроить прилегающую территорию. Ведется внутренняя отделка помещений, практически выполнена вся наружная инженерия. Осталось только выполнить ввод тепла. Установлены оконные конструкции, как вы видели, с одной стороны уже оштукатурены, выкрашен фасад. Кипит работа и в Октябрьском районе. Первый корпус новой 26-й школы на 600 мест в этом году уже открыл свои двери для учеников. Сейчас возводят второй, на 850 мест. Работы идут по нацпроекту образования. Здание состоит из пяти блоков, в одном из них разместится и дошкольное учреждение. На данном этапе рабочие занимаются системой отопления, электрикой, вентиляцией, внутренней отделкой, штукатурой стены. Здание должно быть готово к концу года, а учеников новый корпус примет уже в следующем сентябре. Район молодой, растущий, развивающийся, поэтому у нас очень много детей. И потребность в детской инфраструктуре очень большая. В школу на пятой просеке первый корпус помог снизить накал страстей, который кипит на этой территории. Введение второго корпуса на 850 мест в следующем году еще больше позволит обеспечить ребят доступными местами прямо непосредственно в этом же микрорайоне. Идет строительство детского сада и на улице Подшипниковой. Его возводят по нацпроекту «Демография». Учреждение рассчитано на 112 воспитанников, запланировано 21 ясельное место. Создадут также две специализированные группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Раньше на этом месте был ведомственный садик Минобороны. Здание долго пустовало, его подтопляло. После передачи земли муниципалитету старый садик снесли и на его месте начали строительство нового. Однако потребовались дополнительные дренажные работы. Из-за этого сроки ввода в эксплуатацию немного сдвинулись. Детский сад должны сдать до конца этого года. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. Развенчали слухи и успокоили горожан. Здание бывшего детского сада на улице промышленности демонтировать не будут. В данный момент собственник здания проводит работы по обновлению фасада и системы отопления. Почему жители города пришли к неверным выводам и кто внес ясность в назревший вопрос, выяснил Михаил Ермоленко. Здание бывшего детского сада по адресу промышленности 317 сносить не собираются. Ситуацию, которая взволновала жителей советского района, обсудили на трехсторонней встрече с участием представителей администрации и собственником здания. Решить наболевший вопрос в кратчайшие сроки и внести ясность в происходящее дала поручение глава Самары Елена Лапушкина. Мы организовали здесь встречу жителей и собственника данного земельного участка вместе с бывшим детским садом для того, чтобы он смог бы жителям просто объяснить опасения по поводу строительства многоэтажек либо строительства других каких-то объектов на данной территории. Данная встреча, конечно, была необходима, просто жители были в неведении. За судьбу здания на промышленности 317 жители начали переживать после того, как вокруг него возвели плотный металлический забор. Люди подумали, что начались работы по демонтажу строения. Однако все это, по словам собственника, не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Оградили территорию. Сейчас в данный момент ограживаем осталось совсем немного, поскольку на территории происходили различные ситуации, которые мы не могли бы до конца проконтролировать. То есть и костер бывало разожгли, и алкоголь употребляли, и мусорили, и так далее. Территорию оградили. В настоящий момент систему отопления восстанавливаем. И на этом пока все. Никаких планов на застройку нет сейчас на данный момент. К слову, жители близлежащих домов сами когда-то посещали детский сад, который находился здесь ранее. Отсюда и справедливое беспокойство за судьбу строения. Более того, многие отмечают, неплохо было бы вернуть зданию его первоначальное предназначение. Мы все жители до сих пор надеемся, что все-таки с новым собственником будет договор. Новый собственник продаст данный детский сад муниципалитету, и муниципалитет его восстановит и вернет в систему образования. Вот что мы хотим. Заместитель руководителя Департамента образования Самары Алексей Селезнев рассказал, что существует государственная программа, которая предусматривает строительство, реконструкцию и выкуп помещений для организации в них дошкольных учреждений. По условиям программы, здание должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также иметь все необходимые заключения. Повторную встречу решено провести через две недели. За это время Департаменты градостроительства и образования проработают вопрос с точки зрения законодательства и проведут переговоры с собственником. Как отметил глава Советского района Вадим Бородин, связь с инициативной группой жителей будет поддерживаться. Людей проинформируют о дальнейшем развитии ситуации и принятых решениях. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. В Самаре к отопительному сезону готовы уже 10 тысяч многоквартирных домов. В завершающей стадии работы на всех объектах городского хозяйства. Они находятся на непрерывном контроле. Ситуацию проанализировали в Департаменте городского хозяйства и экологии, где под председательством первого заместителя главы города Владимира Василенко состоялось заседание оперативного штаба. Обо всех подробностях расскажет наш корреспондент. Степень готовности объектов к отопительному сезону обсудили на еженедельном штабе под председательством первого заместителя главы города Владимира Василенко. На сегодняшний день жилищный фонд города готов к приему тепла на 97,5%. Из 10 254 многоквартирных домов в 10 тысячах уже завершились работы. Кроме того, объекты социальной сферы города также вышли на финишную прямую. Точно мы завершаем подготовку. В работе все 36 объектов, которые со сроком, есть из них 15, завершение 15, а есть часть, эти уйдут на 20-22 число в данной ситуации. Но это не говорит о том, что при завершении этих работ мы не сможем по подаче тепла к части объектов, которые мы всегда в первую очередь включаем, объекты социальной сферы. Чтобы отопительный сезон начался и прошел без сбоев, работа на теплотрассах на повышенном контроле. Ответственность колоссальная, потому как в этом году в сравнении с прошлым объем работ увеличился в разы. Например, в ночь на 8 сентября специалисты взялись за участок на проезжей части по улице Первомайской между домами 24 и 27. Работы по укладке труб и гидроизоляции бетонных лотков коммуникации близятся к завершению. Закончить подрядчик планируют уже в ночь на 10 сентября. Другими словами, справились менее чем за двое суток, хотя обычно модернизация на таком участке занимает вдвое больше времени. Следующим этапом будут восстановление и благоустройство территории. Подрядчик нацелен на то, чтобы как можно быстрее закончить работы. Это позволит открыть движение транспорта по привычной схеме. Обязательно. Такого еще никогда не было. Для того, чтобы нормально существовали коммуникации, чтобы не было прорыва, чтобы тепло поступало в дом. В этом году в городе модернизируют 58 объектов теплосетей. Масштаб беспрецедентный не только для Самары. Если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, то ни в одном другом городе страны столь большого сезонного объема работ на теплосетях не было. Планы по модернизации реализуются благодаря переходу области на новую модель тарифообразования по методу «Альтернативная котельная», а также увеличенному объему инвестиций. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Биткоин штормит его курс, то резко взлетает, то также стремительно падает. Что происходит? Сначала Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством, и его стоимость взлетела. Затем Кремль отказался сделать то же самое, и биткоин рухнул. Прямо сейчас расскажу об этом подробнее. Курс биткоина упал почти на 8,5 тысяч долларов, достигнув отметки в 43 тысячи долларов впервые с начала августа. Еще утром 7 сентября цена криптовалюты обновила рекорд с середины мая и перевалила за 52 тысячи 900 долларов на фоне новости о ее легализации в Сальвадоре. Но затем последовал отказ Кремля признать цифровой актив официальным платежным средством. В результате падения трейдеры потеряли около 3,5 миллиардов долларов. Сальвадор стал первой страной, которая признала биткоин официальным платежным средством. Теперь там можно расплачиваться криптовалютой, указывать цены в биткоинах или оплачивать ими налоги. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова признавать биткоин официальным платежным средством, поскольку легализация этого цифрового актива ничего, кроме вреда, финансовой и экономической системе не принесет. Курс доллара на 10 сентября – 73,12 рубля, евро – 86,46 рубля. Нефть марки Brent торгуется на отметке 72,55 доллара за баррель. В России выросли цены на недвижимость в курортных городах. При этом доходность от таких вложений снижается из-за медленного роста стоимости аренды жилья. В Туапсе цена квадратного метра достигла 132 тысяч рублей. Прирост с августа 2020 года составил 120 процентов. В Новороссийский квадратный метр стоит 135 тысяч рублей. В Краснодаре – 110 тысяч, в Сочи – 271 тысяч рублей, в Геленджике – 185 тысяч, в Анапе – 135 тысяч рублей. Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35 процентов, вторичка подорожала на 20 процентов, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли на 4 процента. При этом есть и локации, где они снизились. Российские экспортеры, которые получили сверхдоходы от мирового роста цен на сырье, должны поделиться. Такое предложение высказал министр финансов Антон Силуанов. Эти деньги нужно направить на поддержку граждан, которые страдают от инфляции. Силуанов напомнил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров сырья. Необходимо контролировать рост цен для граждан, чтобы инфляция не выбивалась за пределы, которые определены. Поэтому здесь применяются ограничительные меры – экспортные пошлины, демпфер. Силуанов считает, что властям следует обратить внимание на доходы бизнеса, которые идут не на инвестиции, а на выплату дивидендов. Он также добавил, что деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояние населения. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. До выборов в Государственную и Губернскую Думы осталось 9 дней. Участие молодежи в избирательном процессе 17, 18 и 19 сентября обсудили за круглым столом общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Заседание прошло в Нотариальной палате Самарской области. По словам экспертов, слово сейчас именно за молодым поколением, продолжит мэрия Елчан. Общественное наблюдение – действенная форма контроля в избирательном процессе, считает Джавид Садыхов. У него уже есть опыт работы в предвыборном штабе на выборах президента, которые прошли в 2018 году. Теперь молодой человек решил попробовать себя в роли наблюдателя на главном политическом событии этого года – голосовании в Государственную и Губернскую Думы. Мы прошли первое обучение, и вот второе обучение у нас как раз-таки будет на этих выходных. Там на самом деле такая очень большая команда собирается из разных молодежных организаций. Действительно отрадно то, что ребятам это интересно, и интерес к этому растет. В 63-м регионе для обеспечения легитимности и прозрачности выборов 17, 18 и 19 сентября подготовили свыше 5000 наблюдателей, 60% из которых – представители молодежного сообщества. По словам экспертов, молодое поколение на сегодня является одной из самых активных электоральных сил. Мы развенчали миф о том, что у нас молодежь неактивная, она активная. И мы, конечно, четко понимаем, что в сегодняшних условиях вот эта полная честность, когда мы видим кандидатов на выборах, когда мы понимаем всю их историю через социальные сети, через их заявления, которые реализованы или не реализованы, они, конечно, однозначно ведут к новому уровню доверия. И, соответственно, это приведет к легитимности результатов выборов 2021 года. Одна из приоритетных задач – создание благоприятных условий для реализации активного избирательного права. Для того, чтобы обсудить участие молодежи в выборах, организовали круглый стол с представителями общественного штаба по независимому наблюдению за выборами и молодежными организациями. Заседание прошло в Нотариальной палате Самарской области, потому как именно этот институт представляет интересы обеих сторон – государства и гражданина. В рамках обсуждения у меня появилась уверенность, что действительно наше будущее в ваших руках. И появилось такое спокойствие, что мы смотрим на мир одними глазами. Представители общественного штаба подвели итоги промежуточного мониторинга готовности избирательных участков к проведению голосования. Их в Самарской области – 1785 постоянных и 17 временных. На всех УИКах, по словам экспертов, соблюдены все санитарные требования. Кроме того, завершается работа по установке видеонаблюдения. Камеры поставили таким образом, чтобы в поле зрения были ящики для голосования, КАИБы и сейфы, где будут храниться сейф-пакеты. На сегодняшний день проэспектировано 5 территориальных и 59 участковых избирательных комиссий. Мэри Елчан, Василий Кладашов, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 468 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 94 300. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 323 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписались 80 109 пациентов. В областном центре завершился второй этап акции «Самара. Я привит». В ней приняли участие более 5,5 тысяч жителей. Сегодня состоялось награждение победителей. 9 человек получили главные призы и еще 250 подарочные сертификаты. В середине августа перед поездкой в санаторий Сергей Харенко решил сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об акции «Самара. Я привит» узнал из интернета. Вместе с женой зарегистрировался на портале samarayaprivit.rf и выиграл один из главных призов – ноутбук. Это все-таки очень большой бонус, так сказать. То есть человек, например, думает, надо привиться, не надо привиться. А тут раз – и есть розыгрыш, и есть шанс. Поэтому есть смысл проводить такие акции. Я считаю, что вакцинация, в общем-то, необходима. Потому что в мире творится такой бардак, поэтому лучше предохраниться. Акция «Самара. Я привит» проходила в два этапа. Всего в розыгрыше призов приняли участие 15 тысяч человек. Второй этап проходил с 26 июля по 31 августа. Для участия в акции было необходимо привиться однокомпонентной или вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции и зарегистрироваться на сайте samarayaprivit.rf 15 тысяч людей, я думаю, что они были простимулированы на то, чтобы сделать прививку именно в этот период. Потому что, ну, конечно, я считаю, что люди бы и так сделали прививку, но это некий дополнительный бонус наша акция, которая некоторых, может быть, и ускорила в решении для того, чтобы пойти и сделать прививку. Розыгрыш призов проводился по математической формуле, привязанной к курсу валют на текущую дату и номеру СНИЛС, который был указан при регистрации. Таким образом, победителями второго этапа акции стало 9 самарцев. Им вручили главные призы – телевизор, ноутбук и 7 смартфонов. Остальные 250 счастливчиков получат подарочные сертификаты на лекарства, медицинские услуги, билеты в развлекательные и спортивные центры города. Информация о победителях акции опубликована на сайте самараяприви.рф. Мэри Илчан, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. Большие гастроли в Самаре. Город стал участником федерального театрального проекта. Актеры Самарской площади и Центрального академического театра российской армии на несколько дней обменяются сценами и выступят в гостях друг у друга. Гастролеры из Москвы покажут два спектакля. С артистами пообщалась и глава Самары Елена Лапушкина Андрей Горгуленко с подробностями. Какой бы была судьба героя фильма «Любовь и голуби» спустя 30 лет от событий, рассказанных на экране? На этот вопрос попробовал ответить драматург Дмитрий Менчонок, по чьей пьесе поставлен моноспектакль «Баба голубиная». Единственную роль в постановке играет народная артистка РСФСР Алина Покровская. Для нее особенно приятно вновь с гастролями вернуться в Самару. С Самарой у меня связано очень много. Мой муж покойный, к сожалению, Герман Иванович Юшко, он из Самары. И мама, это моя свекровь, была здесь, она художник, член Союза художников. Поэтому Самара для меня, ну, немножко, я, конечно, не берусь немножко, но, тем не менее, родной, родной город. «Баба голубина» – один из двух спектаклей, которые самарскому зрителю покажут артисты Театра Российской Армии. Они приехали в город на Волге в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Для театра, который чаще выступает для военнослужащих, такие выезды – редкость, потому актерам очень интересно выступать на новых площадках. Также на сцене Самарской площади артисты два раза покажут метод Гронхальма. Для нас театральные гастроли, в общем, чуть более редкое событие. И мы очень рады, что сейчас мы как будто бы открываем этот большой путь себе, хотя уже три года федеральная государственная программа существует. Очень радушный город и красивый, и для артистов это огромное впечатление. Поэтому мы, конечно, с удовольствием будем приезжать. Гостей города поприветствовала глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с артистами и пожелала удачных выступлений. Очень хочу, чтобы самарская публика была благодарна, награждала вас аплодисментами. Очень хочется верить, что и наш театр тоже будет с успехом выступать у вас. Удачи вам! Проект «Большие гастроли», который реализуется с 2018 года, подразумевает творческий обмен. Коллективы выступают на площадках друг друга. Поэтому в рамках проекта «Труппа театра Самарская площадь» уехала в Москву. Там на сцене театра Российской армии актеры покажут Кавказский меловой круг, русский и литература, а также ревизор. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Первый рейс в Хургаду запланирован на 4 ноября в 12.10. Самолеты будут летать один раз в неделю по четвергам, рассказали в пресс-службе аэропорта Курумыч. Рейсы в Шарм-эль-Шейх запланированы с такой же частотой с 1 ноября по понедельникам. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин